Здравствуйте, уважаемые телезрители! С вами программа «Из первых рук» и я ее ведущий Антон Пережогин. А сегодня мы поговорим с нашей гостьей, заведующей отделением Сестринского отдела Октюбинского медицинского колледжа Райлой Есетовой. Здравствуйте! Райла Сулейминовна, сегодня, не сегодня, а 5 июня, исполняется 80 лет медицинскому колледжу. Это такая, в принципе, большая дата. Вы говорили, в 1935 году был основан сам медицинский колледж. С этих пор, как изменился сам колледж, как изменилось обучение? И самое главное, как вы сейчас будете готовиться к этому юбилею? На сегодняшний день, в этом году у нас 80 лет. Действительно, вообще, сама история колледжа началась с Сестринского дела. Была двухлетняя школа, такая маленькая школа по улице Ленина. И с этой школы сегодня мы на уровне колледж работаем. И на сегодняшний день мы, 5-го у нас будет международного характера, научно-практическая конференция. И это будет с утра до обеда. И после обеда, 5-го числа, в 4 часа, у нас в драмтеатре будет уже такая поздравительная, такая, скажем, торжественная часть. Концерт, да? Наша концертная программа будет большая, где будут награждаться многие специалисты, которые действительно вложили свой труд в развитие Сестринского дела. И, конечно, придут многие гости. Это, я еще раз говорю, это международного характера конференция будет. А кто будет участвовать? Будет у нас участие будет. Приезжать будет с министерства. Многие специалисты, скажем так, Сестринского дела. По республике будет. Приедут даже с этого Сорского медицинского колледжа будет. И даже советник министерства с Литвы, с республикой Литвы будет. Вильнюсского университета. Поэтому у нас много гостей приезжает. И это действительно международного характера. Ну, на протяжении 80 лет я знаю, что медицинский колледж, тогда еще техникум, наверное, как-то назывался? Нет, школа была. Школа, да? Двухлетняя школа. Да, школа. Подготовили огромное количество медсестер. Вы знаете, у вас есть какие-то доска почета, самые знаменитые медсестры, выпускники, которые как-то прославили, так сказать, свое дело? Ну, конечно, есть у нас сестры, которые сегодня работают в системе здравоохранения, которые получили и высшие врачебные деятельности, есть профессора на сегодняшний день, есть бакалавры много сегодня работают, медсестры с высшим образованием в системе здравоохранения, которые сегодня даже работают руководителями большими. Есть, конечно, они стоят у нас в колледже почетные, действительно есть доска, где история колледжа у нас, и музей есть, все у нас действительно сохранено, и до сих пор они стоят в колледже. Мы чтим, конечно, всю историю нашего колледжа обязательно. А, кстати, а кто-нибудь из ваших выпускников воевал в Великой Отечественной войне? Вообще есть информация? Информация о том, что... Которые принимали участие в Великой Отечественной войне? Конечно, они, наверное, были и остаются, наверное, все-таки она будет, конечно, история, она остается. Так, а вот все-таки 80 лет медицинского колледжа, это столько медсестер, и хотелось бы сегодня поговорить также не только о том, кого подготавливают, как подготавливают, но и о проблемах и успехах сестринского отдела, не только у нас в городе, но и на международном уровне. Кстати, хотелось бы обратиться к телезрителям, звоните нам по номеру 222-333, задавайте интересующие вопросы касательно сестринского дела. Ну, а хотелось бы сейчас уточниться, кого сейчас готовят в медицинском колледже? Ну, вообще специалисты сестринского дела являются ценным ресурсом в укреплении и сохранении здоровья населения, и в обеспечении качественных и доступных услуг медицинских. Поэтому в прошлом году Министерством здравоохранения и социального развития утвердили комплексный план развития сестринского дела до 2020 года, в котором в первую очередь обратили внимание на внедрение компетенций и ролей специалистов сестринского дела в системе здравоохранения. На сегодняшний день наши медсестры являются, они действительно, как бы сказать, большое, можно сказать, в системе здравоохранения работают по республике Казахстан 154 тысячи и более медсестер. И по сравнению с врачами это в два раза больше. И вот эти армии медсестер, которые сегодня являются одним из ресурсов укрепления и сохранения здоровья, конечно, в плане развития тоже, вот то, что говорим, комплексном плане, который утвердил Министерство здравоохранения, оно ориентировано на международный уровень. И как раз-то обеспечить независимую роль специалистов сестринского дела, сессорской службы в качестве равноправного партнера врача. И вот именно сегодня вот этот вопрос является актуальным. И некоторые полномочия врача переходит к медсестре. Это является партнером врача. Медсестры сегодня, вот действительно, еще раз говорю, некоторые полномочия переход, это называется делегирование по-другому. По-другому, 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 по-другому. На сегодняшний день медсестры, как я понимаю, да, они разделяют с врачами вообще медицину как науки и являются таким, как на войне, как пехотинцами, да, вот в медицине. То есть это люди, которые берут на себя самые тяжелые проблемы в медицине, да, то есть самую тяжелую работу. Если врач, он работает за счет своих знаний, за счет своего опыта, то медсестра, она должна уметь практически все, что не умеет врач. Так ведь? На сегодняшний день, насколько престижна работа медсестры и с чем вообще медсестра может столкнуться в своей работе? Как вообще медсестра может продвинуться, как может она остаться на своем месте? Вот она пришла, молодая медсестра пришла в учреждение. С чем она может столкнуться и какими качествами должна она обладать для того, чтобы стать успешным человеком? Ну, конечно, с первых дней мы говорим, что должно быть так называемый этический подход и должны быть аспекты медсестрские. Это те аспекты, характерные для медсестер. Это, мы говорим, милосердие, доброта, смелость, так скажем, человеколюбие, ответственность, знания, да. Вот эти качества, которые на сегодняшний день должны быть у любой медсестры. И вот те, которые сегодня медсестры придут, практически в здравоохранение, после окончания нашего колледжа, они получают, конечно, диплом медсестра общей практики. И на сегодняшний день действительно это мотивированная профессия. То, что мы говорим, они после окончания колледжа, если захотят, они могут получить дальше учиться, получить диплом бакалавра, может дальше магистратуру пройти, докторантуру. Это действительно, как бы, престиж этой профессии действительно идет на международном уровне, идет повышение, да. И то, что еще мы говорим, что медсестры с высшим образованием сегодня в семье здравоохранения работают, а те, которые хотят, пожалуйста, они работают именно медсестрами общей практики, которые, конечно, придя на сегодняшний день, мы же еще раз говорим, когда основной ресурсом является первичной медицинской помощи, да, вот эти сестры. И сегодня в системе здравоохранения дополнительные штаты открылись. Это психологи, это социальные работники, это вторая медсестра, например, участкового врача, третья медсестра – это врачи общей практики. Вот эти штаты расширяются. И, конечно, идет внедрение модулей сестринского отдела, которые будут, соответственно, на международном уровне. – Хотелось бы отметить, что за 80 лет в медицинском колледже на сегодняшний день медсестры готовят к тем работам, вот на совершенно новой технике. Но сначала хотелось бы услышать мнение нашего телезрителя или вопрос «Здравствуйте». – Здравствуйте. Я хотела бы обратиться к вашей гости. Вот у нас такой вопрос. После девятого класса у вас в этом году будут русские отделения или нет? – Да, в этом году после девятого класса будет прием, но именно русские отделения, конечно, в этом отделе я не работаю, конечно, я точно не знаю, но должно быть обязательно. – Кстати, вот хотелось бы вернуться к этому предыдущему вопросу. Если сейчас на медсестру возлагается как можно большее количество работы, и во многом их работа связана с новейшей техникой, медицинской техникой, – Как ведется подготовка в медицинском колледже, и какие существуют учебные пособия или же наглядные пособия для медсестер по работе с новейшим медицинским оборудованием? – Да, конечно. Сегодня именно образовательной системе в 2013 году у нас с Министерством образования, Министерством здравоохранения в неделе новый государственный стандарт. Именно по сельсинскому делу. Там было обращено внимание на именно базовые компетенции и профессиональные компетенции сельсинского дела. И больше охват был практическим занятием, чем теоретизированностью. Меньше дано было теориям, больше дано было практическим знаниям. И тут, конечно, мы готовим специалистов, которые должны обладать знаниями, навыками и поведенческие отношения. Третий раздел – поведение и отношения – обращается больше внимания в этом стандарте государственном. И как раз для подготовки этих специалистов у нас в колледже действительно есть симуляционные кабинеты, есть симуляционный региональный центр, где действительно новые инновационные технологии, компьютерные классы. Наш государственный экзамен после окончания проходит по ОСКО, по пяти станциям, по пяти предметам. Есть еще второй этап – это уже теория, теоретизированный раздел, где дети отвечают студенты на компьютерах. И действительно, на сегодняшний день, если посмотрите, вообще в системе образования, конечно, для студентов сделаны все условия, чтобы получить знания, особенно практическую часть. Я слышал, у вас, кажется, с вашего колледжа мальчик недавно получил первое место по республике. Но это еще раз доказывает о высоком уровне. Доказывает, какой уровень сегодня наших студентов. Конечно, подготовка идет очень хорошая. Наши специалисты работают. В основном у нас с высшей категорией специалистов много по сессинскому делу. Поэтому и бакалавры сегодня у нас работают по подготовке этих специалистов. Как вы оцениваете подготовку и уровень тех медсестер, которых вы пускаете? Вот мы, я же еще раз говорю, у нас в двух этапах состоит. Это первый этап, получается, практическая часть в симуляционных кабинетах по методу ОСКО, значит, по ходу по пяти станциям студенты. Это по предмету педиатрии, хирургии, акушерства, терапии и по основе сессинского дела. Я понимаю, но в реальности медсестра выходит, устраивается на работу в какое-либо медицинское учреждение. И вот насколько, сколько должно быть времени пройти, чтобы медсестра набрала опыт? Ну, у нас еще же работает дуальное обучение. Дуальное обучение, конечно, у нас студенты во время обучения в нашем колледже, они практикуются уже в практическом здравоохранении. Наш директор, Мажет Хамильович, обязательно вот эту дуальную систему, основное направление в нашем обучении в медил. И как раз-то у нас с каждым лечебным учреждением, да, в практическом здравоохранении обязательно эти студенты с директором, значит, руководителем, они подписывают договор, и наши студенты проходят там же практически вот эти обучения. Ну, и, так сказать, один из последних вопросов, так сказать, любой бочке с медом есть ложка дегтя. Недавно, совсем недавно, моя знакомая привела в поликлинику своего ребенка, девочку двухмесячную, ей, девочке, сделал укол медицинская сестра, медсестра, получилось, что сделала она его неправильно, проколола вену, и у девочки появилась обширная гематома на руки. После этого моя знакомая отправилась в полицию и написала на нее заявление. Как вы оцениваете действия этой медсестры? Конечно, это действия этой медсестры, это уже считается, ну, отрицательно можно, конечно, реагировать. Любая медсестра должна обладать этими навыками до полного автоматизма, можно сказать, да. В основном, наши медсестры, которые получают диплом, это не только должны обладать знаниями, и еще раз говорю, это практически навыки до автоматизма должны довести, и поведенческое отношение должна была обязательно, если даже была вот такая, скажем, проблема в его, значит, действиях, она должна обязательно, поведенческое отношение, работать с пациентом, извинения, такое вот такое, ну, должно быть четкая работа с пациентами. А у нас есть телефонный звонок, здравствуйте. Здравствуйте, я хотела поинтересоваться. Я давно закончила школу, ЕНТИ не сдавала. Меня интересует, хотела переквалифицироваться у медсестерского работника, на медсестров. Каковы мои шансы, что я должна для этого, какие документы собрать? Ну, вы приходите, все документы, которые в образовательной системе требуются, вы сдаёте, и сдаёте экзамен в нашем колледже. У нас в колледже идёт, и принимается экзамен. То есть экзамен? Да. А экзамен... Для поступления без ЕНТ, значит, она приходит, у неё уже нет ЕНТ, я так поняла. Она приходит у нас, сдаёт экзамен. Сколько у вас сейчас студентов, ну, такие вот вопросы довольно простые. Сколько сейчас студентов, и есть ли студенты, в которых вы уверены, что они станут первоклассными специалистами? Конечно, этих студентов всех. Студентов в один ряд нельзя же ставить. Конечно, таких студентов очень у нас много. Конечно, в этом году выпускается 180 студентов по сестренскому делу. Вообще, само, если у нас студенты в сестренском отделении, 1079 студентов обучаются в сестренском отделении, и из них в этом году выпускается 108 студентов. Ну, конечно, есть, которые сегодня получают такое образование, если у них есть такое желание, конечно, наши студенты, у них все условия есть, я же ещё раз говорю. Сегодня программа сама по себе, студент центрированного подхода, студенты везде могут получить. Они могут получить по интернету, в библиотеке, пожалуйста, пускай работает. Пускай они получают, в симуляционном центре может работать, практически навыком. Получить информацию у друга, у педагога, ну, в общем, столько блок информации, это, я же говорю, программа у нас прекрасная. Но перед тем, как, например, человеку прийти, наверное, в медицинский колледж, нужно немножко рассказать о его работе. То есть он выходит из медицинского колледжа. Какие подводные камни ждут медицинского работника, медсестру в медицинском учреждении? Какие проблемы и опасности, и, ну, не знаю, мне кажется, не все же остаются медсестрами, да, кто-то уходит. Почему, как вы думаете, уходят с этой работы? Ну, это очень мало, я считаю. В моем опыте, я вот то, что я смотрю, вот таких, те, которые уходят, очень мало, но в основном 90% они остаются практически в злоохранении. И то, что подводное течение, вот то, что вы спрашиваете, конечно, она и в любой профессии, она и будет, и была, и мы, конечно, это не можем, как бы, отрицать. Но любой специалист, который приходит, конечно, в каждой системе здравоохранения, в каждом разделе, в отделе есть своя специфика. Например, медсестра хирургического отделения своя специфика, например. Поэтому они там же и получают, после окончания нашего колледжа, проходят, конечно, так называемую подготовку, допуск, так скажем, да, обязательно сертификат получают. Я думаю, терпение и труд все перетрут, да, в одной простой пословице вообще складывается судьба всего человечества. Спасибо вам большое, еще раз хотелось бы поздравить вас с 80-летием, огромный путь пройден, и я думаю, столько же, столько же, еще столько же вам лет проработать и выучить прекрасных специалистов. Ну, а мы на этом прощаемся. Спасибо.